Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, тоже здравствуйте! Сегодняшний обзор будет на канал Семья Колесниковы. Каналом, на который я уже снимала обзоры, я буду возвращаться раз в неделю и снимать обзоры, что же у них произошло за неделю. Ну, теперь проедемся по трешняку. Что меня, конечно же, удивило в негативном ключе? Ну, на самом деле, да, позитива, вот реального позитива я не вижу. Вот реально я его просто там не вижу. Когда в комментарии я прочитала, люди пишут, какие вы вау и какие вы позитивные, хочется у этих людей спросить, вы с Луны приземлились? Ну, вот реально, вы с Луны приземлились? Хотите посмотреть на позитив вперед будни многодетки или Оксана Фурсо? Вот где реальный позитив у многодетных семей, а здесь это цирк, просто цирк. Ну, проедемся теперь, значит, по роликам за неделю. Первое, что хочу всем посоветовать, кто за ними наблюдает, да, ну, кому они не симпатичны, это сразу ставить скорость 1,75, и вы поймете суть видео. Потому что вот эту жвачку бесконечно смотреть, да, на обычной скорости просто невозможно. Ну, по крайней мере, мои нервы этого не выдерживают. Поэтому я смотрю на 1,75, Света не жует жвачку, папенька тоже на ускорение идет, и все равно можно понять, о чем идет речь. Ну, первое, самое, наверное, трешевое, что может быть, это отношение к больной женщине, к матери, к жене, да. Вот это, я не знаю, фу, вообще, я не представляю этого мужчину, и что он вообще делает. По-моему, он только бегает, ищет, где дешевле закупиться, да, вот эти закупочки какие-то непонятные, и пилит видосики. Но больше я его участия не вижу нигде. Ну, какие-то, да, он делает там ремонты мелкие по дому, ну, по-моему, делают все мужчины. А объективно его работы не видно, и вообще не понимаю, что ему мешает идти работать. По-моему, видео может пилить сама мама, благополучно их целый день снимать, и он вечером после работы может спокойно их монтировать. Сидит здоровый лоб, неупаханный, который не делает вообще ничего. Вот, ну, это, опять-таки, сугубо мое мнение, и мнение это основано на том, что он показывает видео, да, вот он только ест и отдыхает, больше он не делает ничего. Ну, понятно, видосики пилят. Отношение к маме меня, конечно, возмутило, да, потому что я, в первую очередь, сама женщина, я сама мама, я сама жена. Ко мне бы никогда в жизни моя семья подобным образом не отнеслась. Вот просто никогда бы подобным образом ко мне не отнеслись. Это, в первую очередь, стоит задуматься к маме, да, как ее воспринимают в этой семье, и как к ней относится собственный муж, которого она обхаживает, и собственные дети. То есть, это реальный трешняк, да, человек реально сгорбленный, у которого болит спина, человек не может, женщина, разогнуться, и всем фиолетово. Везде полный хаос, везде полный срач. На кухне папа страдает какой-то хернёй, пересыпает в эти бутыля непонятные эти крупы, непонятно зачем, и где логика этого папы. Ну, как потом маме логически поднять этот бутыль для того, чтобы насыпать килограмм крупы. Но страдает всякой ерундой, но только не делом. Папа не смог детям ни обед приготовить, ненормально раздуплиться, что им нужно разогреть на обед. Не приобщить старших детей и не убраться на кухне, да, чтобы облегчить маме работу. Пришла согнутая Света, ещё стояла всем намывала персики, обрезала их, когда папа сидел и снимал благополучно это на камеру. А у тебя совесть вообще есть? Ты вообще мужик или как? Или где? Как, как вообще можно так относиться к женщине? Вот только за это, да, тебе вот нормальная бы женщина, я не знаю, ну, наверное, бы по голове настучала. Это действительно дно, то есть такое отношение, такое пренебрежение, я даже не ожидала увидеть. К женщине, которая родила столько детей, да, которая целый день то и делает, что их обготавливает, апстирывает, убирает за ними, за всеми. И вот такое вот отношение стоило только человеку заболеть. Ну, это ужас. Следующая, да, чем опять-таки впечатлил папенька, это, конечно, огород. То есть, когда он сказал, что я подготовил грядки, и ты попробуй мотоблоком пройтись. Дружище, ты эту грядку видел? Я видела в селах, когда люди мотоблочат по 20-30 соток. Ты даже соточку не промотоблочил, и ты уже ноешь, что ты что-то сделал. Да нифига ты не сделал. Нифига, тебя в деревню надо и огороды на тебе пахать. Навоз потягать, сено заготовить, травы накосить, воды натягать. Вот тогда бы ты сказал, что ты что-то сделал. Ты ничего не сделал. Ты знаешь, такой пшик на уровне мужчины, настоящего мужчины. Трудяги, работяги. Либо тебя в город надо, к станку, на завод, и там отпахать. Либо в горячий цех, а потом бы ты только пискнул, что ты что-то сделал. Ты не сделал ничего, ты пшик. Вот в моем понимании, ты не мужчина, ты пшик. И не более того. И после того, как ты заставил, опять-таки, женщину граблить, хотя это сугубо мужская обязанность. Женщина максимум, что делает, это если ты не знал, я тебе озвучу. Это занимается посадкой, и даже поливом не каждая женщина занимается. Для этого и старшие дети. И мало того, вообще не понимаешь, что делают ваши дети. Просто никто ничем не помогает. Вообще никто ничем не помогает. У вас вот есть шустрик, это мама, бесплатная домработница, раб, сила. Вот она действительно раб. Она и баба, и мужик. Вот она в одном лице. И лошадь, и баба, и мужик, и бык, все в одном лице. По-другому это не назовешь. Она одна работает на благо всех вас. Ты видосики пилишь, а дети вообще нифига не делают. Они копируют модель поведения твою. И твое отношение к жене точно так же не относится к собственной матери. Неуважительно. И абсолютно ни у кого из вас не возникает мысли ей помочь. Каждый из вас только ходит, и даже в том числе и ты, и спрашиваешь, а что ты делаешь, а что ты делаешь, и снимаешь видосик. Да возьми, блин, и сделай. И узнай, что она делает. Огород – это тоже трэш. Ну, я вообще не ожидала, что мужчина может опять-таки себя так вести. Но я повторюсь, это не мужчина, это пшик. Потому что он ведет или про мотоблочил и рассуждает, как это тяжело. Повторюсь, в деревню, в деревню тебя на пахоту, где ты узнаешь, что такое реально тяжело. Вот ты там это узнаешь. Если ты дожил до своих лет и еще не понял, что такое труд. Ну, пойдем дальше. Там опять-таки было громкое видео. Я купил жене подарок, которым она всю жизнь мечтала, но что-то в этом духе. Ты говори правду, не ты купил. Не ты купил. Тебе фиолетово на собственную жену. Тебе это дали бесплатно, как блогеру, на обзор. Это подарили, но не ты. А подарила фирма-производитель, либо дистрибьютор, но не ты. Ты на такие жесты широкие не способен. Вот просто не способен. Чтоб ты своей жене за собственные деньги чего-то там подарил. Поэтому не бери на себя лишнее. Следующее, что хочу озвучить, это, конечно же, вот этот момент, когда у них сломался котел. И Лешенька там, бедный, на нервной почве, надо будет в долги влазить в кредиты. Лешенька, работать, работать, дружище, работать и еще раз работать. И не надо будет в долги влазить в кредиты. А во-вторых, не прибедняйся. Не прибедняйся, скоро Social Blade выдаст тебе деньги, переведет их на карточку. До 21 числа у тебя зайдет зарплата с YouTube. Поэтому не прибедняйся, не дави на жалость, а подорвись и заработай сам. Мало того, у меня вообще вот эти вот, да, тонкие намеки на большие обстоятельства реально улыбают и поражают. А как в реальной жизни люди справляются со своими трудностями? Представляете, они работают и зарабатывают. Но это ответ для чудо-комментаторов, которые там в моих глазах пытаются что-то там пыжиться и защищать их. Не дуйте, с геморрой выскочит, вы меня не переубедите. Там не на что, да, открывать мне глаза. Их невозможно открыть на то, что я вижу адекватно. И конструктивного диалога у нас с вами не получится. Потому что вы каких-то, я не знаю, в розовых замках живете, на единорожках, я не знаю, наверное, прыгаете по радуге. А я живу в реальной жизни. Поэтому переубедить меня вы не сможете, не напрягайтесь. И что хочется сказать, да, когда вот он сидит и бедно переживает, что же делать с котлом, а кто-то им пишет, ищите спонсоров в комментарии, я ужаснулась. Алло, товарищи, вы где живете? Вы явно, наверное, с Луны прилетели. А почему в реальной жизни, когда у людей ломается какая-то техника, никто не ищет спонсоров? Люди молча идут, да, либо кредит берут, либо в долг берут, либо как-то выкручиваются, экономят и покупают самостоятельно. Никто не ищет спонсоров. Так давайте теперь всем спонсорам маскать. Ну, что там нам, дуракам? Давайте всем теперь, всему миру, будем искать спонсоров. Давайте теперь все начнем озвучивать свои хотелочки и свои необходимости. И каждый из нас будет на это собирать деньги. Работать только кто будет? Вы знаете, вы когда пишете подобный брит, почему вы не зададите папе вопрос, что ему явно пора идти работать? Дети взрослые, детей вполне. Папа перед работой может развозить по школам, по детским садикам и благополучно ехать на работу, как это делают все мужчины. Работают. Но опять-таки до вас не достучишься. Поэтому котел, да, у меня, конечно, мега впечатлило. Вот эта вот мужская скупая слеза, типа нытье, да, вот тяжело-тяжело, да, представь себе тяжело, в реальной жизни тяжело. Но, Лешенька, не переживай, скоро зайдет зарплата на карточку, и ты представь, можешь себе самостоятельно его купить. Мало того, умные люди понимают, что может в жизни всякое произойти и имеют какой-то зазор денег. Ну, куда там мне вас учить? Вам объективно нужно сахар накупать с инкнерами, да, чтобы он просто лежал, но при этом остаться без копейки денег. Следующее, что меня удивило, да, это необходимость покупки собачки. То есть, Лешенька потакает младшим детям, им нужна собачка. Ты еще на жену собачку собрался, дружище, повесить? Ну, вот да, твоей жене для полного счастья не хватает еще собачки. Вот именно ей она очень нужна. Уже, в моем понимании, лучше козочку заведите, хоть какая-то польза будет, молоко детям будет бесплатно. Но нет, вам именно нужна собачка, потому что собачку хотят дети. При этом ты сам говоришь, что ты не любишь животных, тебе мешает запах от этих животных, какашки этих животных, и ты рассуждаешь о покупке собаки. Зачем изначально, когда в доме такой маленький ребенок есть, покупка животного? Ты вообще понимаешь, что над животным дети будут издеваться неосознанно? Они его будут тискать, мучать, зажимать. Пожалей, животное. Ну, подумай вообще здравым умом. Во-вторых, а ты понимаешь, какие расходы потянет на себя приобретение животного? Животному надо ставить вакцины, его нужно правильно кормить, за ним нужно ухаживать. Кто это будет делать? За ним даже какахи надо убирать, представляешь? Но опять-таки, понятно кто? Ваша рабыня из аура. Для этого есть света. Безропотный человек, который никогда слова против не говорит и молча это делает. Точно так же, как за огород, ты на нее так войдотил, что будь я на месте твоей света, ты бы у меня уже в бубен получил. Я бы взяла вот тот кувалт земли и просто тебе в бубен его швырнула, ну как минимум. И поверь, ты бы у меня пахал. Это твое счастье, что у тебя настолько безропотная и слабохарактерная жена, которая молчит и сыпит в две дырки. Любая нормальная женщина заставила бы тебя пахать. И ты бы ботрачил и зарабатывал на собственных детей, которых ты произвел, из-за которых ты несешь ответственность. Проще всего сидеть и пилить видосы. И то, как ты с ней разговариваешь, и когда ты рассуждаешь о том, что она должна тачку с камнями тягать. Ну, ты просто пшик, ты не мужик. Ни один нормальный мужик женщине бы в жизни не сказал тягать тачку с камнями. Ну, только такое, как ты это можешь сделать. Мне искренне, реально, ребята, на самом деле стало жалко Свету. Из-за того, что она настолько слабохарактерная. И настолько она ведомый человек. Она настолько потакает всей семье. Мне ее действительно искренне жаль. Потому что на ней держится все. Вот действительно, я пересмотрела отношения конкретно к Свете. Мне жалко, что есть такие женщины, да, вот настолько слабые. Недуховитые, да, вот она слабая духом. Которая не может дать им отпор. У меня бы помогали все. И шустрили бы все. И дети бы убирали не только на кухне. Но и в комнатах, и в коридоре. И полы мыли. И с посудой помогали. И даже есть готовить помогали. Там есть две взрослые девочки. Два взрослых мальчика. Которые могут полноценно помогать в большой семье. Что еще хочется сказать? Ну, это, конечно же, как ребенка с температурой. Возили без маски. Лешек сам акцентрировал постоянно внимание, что в масках должны ходить, да, только больные люди. У ребенка температура 40. Разве это не болезнь? Почему ребенок находится с другими здоровыми детьми без маски? Он не изолирован. Он находится со здоровой частью семьи. Для меня это тоже осталась загадка. Ну, что меня дальше впечатлило? Ну, это как наш Лешек Пшик. Вот реально он теперь, да, Лешек Пшик. Критиковал детей на камеру. Да, занимаясь уборкой. Вы знаете, ну, на самом деле, не каждый родитель на это пойдет. Вот не каждый родитель, понимая, что друзья детей могут смотреть канал семейный, будет в таком свете выставлять детей. Что бы ни происходило. Но есть моменты, которые можно показать публично, а которые нет. Вот насколько бы я, например, не была где-то злая на собственных детей, но я бы такого не допустила никогда. То есть, то, как он их вычитывал, и то, что он показал. Ну, я уже молчу, что дети там все ходят по этим кроватям, по этому постельному. Я уже про это даже промолчу и опущу этот момент. Но на самом деле, да, непонятна реакция этих родителей. Во-первых, Лешек, чтобы ты знал, что дети – это зеркальное отражение собственных родителей. Вот реально. Дети копируют твою модель поведения. Они видят, что ты нифига не делаешь. И делают точно так же. Вернее, ничего не делают точно так же, как и ты. Мало того, ну, ты показал трешняк, да, в детской комнате. Проведи нас в свою комнату. Покажи нам свою комнату. Ведь мы все одна большая дружная семья, твои зрители. Покажи свою комнату. А еще лучше нижнее белье выверни и тоже покажи. Ведь это все для публичности. Зато представь, как ты поднимешь рейтинг. Вот реально контент будет супер. Просмотров за шкал пойдет. Точно так же, как ты радуешься, сколько у тебя просмотров, когда к вам проверка пришла. Вот это будет вторая часть. Как вообще здоровый мозг может показывать подобное про своих детей? Мало того, это ваш бог, что вы до сих пор здоровых девок не научили наводить порядок в собственном доме и помогать матери. И ты в первую очередь видишь, что у тебя слабохарактерная жена должен был принять активное участие в воспитании дочерей и сыновей. И они обязаны помогать. Они не делают ничего. Точно так же, как и ты. Ты видосики пилишь, а они рядышком. И все у вас чудно. Вы сидите за одним большим дружным столом. Ты видосик пилишь, они едят, а мама шустрит. Здоровская картина. Мне вот вообще интересно. Многие пишут, да, что Свете в салон красоты и надо, там удели маме время. Нет, ребята, Свете отдых нужен. Свете нужна помощь и полноценный отдых от вот этих всех ртов. От людей, которые ее не ценят, не уважают. И мне даже кажется, что не любят. Ее воспринимают как какой-то атрибут, который просто должен быть. Свете просто нужна любовь и отдых, и забота. А Света реально как пчелка Мая трудится. Ну, реально она трудится как пчелка Мая. А остальные все просто прихлебатели. Вот такие пьявки, которые на ее хребте хорошо выезжают в рай. В первую очередь это папа, который не может научить собственных детей уважать и любить мать. А дети не могут этому научиться, потому что он сам не уважает и не любит свою жену. И он это показывает постоянно. Потому что человек, который любит, мужчина, который заботится, никогда не допустит такого халатного отношения со своей стороны к своей жене и со стороны собственных детей. И я это заявляю со всей уверенностью. Ну, ребят, на сегодня я, наверное, буду прощаться. Следующий обзор будет через неделю. Все, пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok